Фальшивый антиквариат с именниками Грачев и братья Грачевы довольно часто появляется на рынке. Изготовители подделок пользуются любовью обывателей к известным брендам. В этом ролике, на примерах изделий, выставленных в продажу, я покажу вам технологические и методические признаки подделки антиквариата. Сначала несколько важных фактов. Это документально подтвержденные исторические аксиомы, которые и помогут определить подделки. Основатель фирмы Гавриил Грачев умер в 1873 году. В 1889 году наследники открывают первую собственную ювелирную мастерскую и получают свое фирменное клеймо. С 1896 года фирма «Братья Грачевы» была удостоена высшей награды «Государственный герб». Клеймо ювелира Грачева. 1866-1873 год. Выпуклые буквы Грачев в прямоугольном контуре. Вдавленные буквы Грачев с вдавленной монархической короной сверху по центру. Клеймо ювелирной фирмы «Братьев Грачевых». 1889-1896 год. Заглавные буквы «Братья Грачевы» с точкой после букв «Бр». 1889-1917 год. Клеймо для мелких изделий фирмы «Братья Грачевы». Заглавные буквы в строчку «Бр-Гр» с точками. Клеймо ювелирной фирмы «Братья Грачевы» 1897-1917 год. Заглавные буквы «Бр-Грачевы» с точкой после букв «Бр», заключенные в прямоугольник, герб Российской империи сверху, клеймо в едином контуре. Соответственно, все остальные клеймы на товарах, не имеющие подтверждения со ссылками на источник, я буду относить к фальшивым. Также в обзоре, для примера, буду использовать фотографии государственных клейм, которые считаю подлинными. Итак, тронем лед фуфлариата, сковавшего антикварный рынок динамитом публичности. Первые строки в поиске всегда занимают промолоты, за них торговцы ежемесячно отстегивают площадки оплату, в зависимости от специфики товара. Икона в серебре. Вседержитель, XIX век, Н. Грачев. Поставщик высочайшего двора. Клеймо Н.Г. Николай Грачев. 84-я проба. Живопись без вмешательств. Состояние отличное, представляет антикварную и коллекционную ценность. На иконе прямолинейно смотрящие изображения Вседержителя кощунственно заменили на изображение персонажа, смотрящего вправо. Изображение иконы не соответствовало изображению на окладе, поэтому детали иконы дорисовывали сквозь отверстия в окладе, оставив при этом следы краски на краях этих отверстий. Изображение старорусских букв всегда вызывали у владеетелей затруднения, поэтому на странице книги не стали писать буквы совсем, а на нимбе написали с ошибками. Продавцы сомнительных товаров очень любят приписывать именник Н.Г. московскому ювелиру Николаю Грачеву. Так вот, согласно существующих документальных материалов, такого ювелира не существовало. Это выдумки малообразованных продавцов сомнительных товаров. Именик Н.Г., согласно справочника Постниковой-Лосевой, принадлежал неизвестному мастеру, работавшему в 1832 году. В архиве Валентина Васильевича Скурлова есть упоминание Николая Грачева как владельца мастерской, однако своего клейма он не имел. Этот сомнительный лот получает отметку Фуфлариат. Интересно, что в аукционе по продаже этой иконы участвует сверхчеловек с бортовым номером К-225. И как только появляется новая ставка, в ту же секунду, в буквальном смысле, этот терминатор круглосуточно отслеживает и перебивает чужие ставки, соблюдая при этом посекундность. По всей вероятности, это компьютерный бот для увеличения ставок, подключенный администрацией аукциона, либо продавцом при полном бездействии модератора аукциона. Это пример обмана с применением искусственного интеллекта. Братья Грачевы. Цельносеребряный нож, изготовленный из серебра 84-й золотниковой пробы на фабрике фирмы Братья Грачевы, поставщик двора его императорского величества в период с 1899 по 1908 годы. Под этим лотом я оставил комментарий о признаках подделки товара. Поскольку продавец Чиси внес меня в черный список, я не успел указать на детали, воспользуюсь случаем. На лезвии ножа выдуманный фальшивый имяник Братья Грачевы и фальшивое государственное клеймо. Буквы ЯЛ в клеймах использовал инспектор Петербургского пробирного управления Яков Липунов. В подлинном клейме буквы ЯЛ находятся за затылком девушки. Нож состоит из двух частей. На фото виден стыковочный узел лезвия с пустотелой ручкой. При этом клейма установлены только на лезвии. Кроме этого, на поверхности лезвия хорошо видна пористая структура металла, характерная для гальванического производства. Это фуфлариат. Серебро, 84-я проба, царская Россия, Санкт-Петербург, 1908-1917. Знаменитая фабрика братьев Грачевых, поставщики двора его императорского величества. Столовый набор на шесть персон. Обратите внимание на разный дизайн частей столовых приборов, вставленных в одинаковые ручки с фальшивыми клеймами. На этом сборном наборе несуществующий именик братья Грачевы и фальшивое государственное клеймо. К тому же, государственное клеймо 1908-1917 года, а с 1897 года на именике братья Грачевы – государственный герб. Этот набор – фуфлариат. Подобный сомнительный товар от этого же торговца. Серебро 84-я проба, Царская Россия, Санкт-Петербург, Модерн. Знаменитая фабрика братьев Грачевых, поставщиков двора его императорского величества. Большой шикарный столовый набор на шесть персон. В наборе также одинаковые ручки и различный дизайн вставленных частей столовых приборов. Фотографии клейм имеников представлены торговцам в довольно странном формате, не позволяющим понять, на каких частях приборов они установлены. Все именники и государственные клеймы фальшивые. Это фуфлариат. Таким образом, среди промо-лотов антиквариата по запросу Грачев Серебро 84 нет подлинных товаров. При этом очень странно выглядит позиция администрации аукциона. Модератор не требует у рекламодателя подтверждения характеристик товара и таким образом нарушает закон о рекламе. По запросу Серебро 84 Грачев поиск выдал 147 лотов. Рассмотрим их все в этом обзоре от самого дешевого до самого дорогого. Старинные ножи братья Грачевы русское Серебро 84 пробы. Клейма на лезвиях фальшивые, выполненные кислотным травлением. Художник был весьма неаккуратен и разбрызгал кислоту на поверхности лезвия. Государственные клеймы фальшивые. Соответственно, клейма брр-грр тоже фальшивые. Это фуфлариат. Ложка чайная 84 проба. Братья Грачевы. Черпательная часть ложки была сточена практически до плоскости и продать ее как ложку было невозможно, поэтому клейму неизвестного мастера затерли и поставили фальшивый именник братья Грачевы, таким образом прицепив к металлолому коллекционную ценность. Это фуфлариат. Ложка кофейная, серебряная, серебро 84 пробы братья Грачевы. На срезе черпака видна пористая структура металла, из которого изготовлена эта ложка. Следы грубой токарной обработки ложки указывают на подделку. Фальшивый именник братья Грачевы и фальшивое государственное клеймо дополняют картину. В государственном клейме нос девушки размазался о границу клейма. Это фуфлариат. Серебряная ложка кофейная, серебро 84 пробы братья Грачевы в хорошем состоянии, редкость даром. По всей вероятности, это европейская ложка, клеймо производителя затерли, на него поставили фальшивый именник братья Грачевы, государственное клеймо Российской империи и государственное клеймо Советского Союза. Для сокрытия дефектов фальшивых клейм ложку обработали виброматированием. Однако производители фальшивок не учли один важный момент. В Советском Союзе государственное клеймо ставилось после обработки мотированием, перед передачей ювелирного изделия в продажу. Кроме этого, в клейме у девушки за ухом отсутствует обязательный штрих. Остальные признаки подделки вы можете увидеть, слечив картинки. Это фуфлариат. Нож, серебро 84-й пробы, братья Грачевы. На рукоятке ножа фальшивое государственное клеймо и, соответственно, фальшивый именник братья Грачевы. Это фуфлариат. Нож, столовые, братья Грачевы, серебро 84-й пробы. И какой-то цифровой шифр в названии товара. Возможно, кто-то из зрителей знает, что это и сможет разъяснить в комментариях. На лезвии фальшивое клеймо братья Грачевы, выполненное травлением. На рукояти выдуманный вариант именника с буквами то ли ГР, то ли БР. В общем, сокращенный фуфлодеятелями вариант фальшивого клейма. Это фуфлариат. Ложка чайной, серебро 84-я проба, 1893 год, Грачев. Из названия следует, что лот фальшивый. К 1893 году Грачев уже 20 лет как умер. На истерзанную стальными зубами пролетария в серебряную ложку поставили фальшивый именник Грачева, придав ложке фальшивую коллекционную ценность. Это фуфлариат. Стопка, рюмка, серебро 84, Грачев, штихельный рисунок, сюжет. Довольно часто в названиях товаров после имени ювелира встречаются знаки вопроса. Наверное, торговцы предлагают покупателям самим придумать, кто производитель этой фальшивки. На рюмке признаки гальванического производства фальшивые государственные клеймы и разные именники, не имеющие отношения к ювелиру Грачеву. Это фуфлариат. Ложка чайная, две штуки, 84-я проба, Грачев. К именнику Г.А. московского ювелира Герасима Афанасьева прилепили фальшивый именник Грачев. При этом фуфлодеятели не учли, что Грачев работал в Петербурге. Это фуфлариат. Ложка для паштета, ручка серебро 84-й пробы братья Грачевы. Глубокие раковины и поры гальванического происхождения попытались замаскировать механической обработкой, создав иллюзию следов бытования. Государственное клеймо на ложке фальшивое, а на именнике братьев Грачевых забыли дорисовать букву Б. Это фуфлариат. Ложка серебряная, чайная, Грачевы 84-я проба. На фотографиях торговец зачем-то показывает 4 ложки и какая из них Грачевых приходится только догадываться. Фальшивый именник братья Грачевы и фальшивое государственное клеймо помогают назвать эту ложку фуфлариат. Ложка для сахара сервировочная братья Грачевы серебро 84-й пробы сталь. Специально поясню для безграмотных торговцев. Сахар-песок начали производить только во второй половине 20-го века. В конце 19-го и в начале 20-го века никаких совочков и лопаток для сахара не существовало. Сахар был кусковой. Фуфлодеятели не смогли подобрать заготовку лопатки с подходящим хвостовиком, а отрезать по размеру не позволяли кривые руки. Поэтому вставили как есть, а при установке сломали лопатку. На ручке фальшивый именик братья Грачевы и фальшивое государственное клеймо. Это фуфлариат. Нож Серебро 84-я проба Грачев Ворыпаев На лезвии ножа фальшивое несуществующее клеймо М. Грачев На рукояти ножа фальшивое государственное клеймо. Это фуфлариат. Крепкая вилка Серебро 84-й пробы братья Грачевы Вилка спаяна из двух частей. В Российской империи не изготавливали вилки по такой технологии. Их выдавливали прессом. Лист вручную кладут под пресс. Форма вырубает нужные заготовки. Заготовки вилок по одной попадают пробивное устройство, которое вырезает три полоски металла. Это создает четыре зубца. И пока поверх них остается крепящий стежень. В штамповочном устройстве форма делает три вещи. Чеканит узор, придает ручке окончательный изгиб и ставит на обратной клеймо с именем производителя и видом материала. Теперь опять черед рабочей части изделия. Вилка идет в пресс, который сгибает зубцы до нужной формы. Крепящий стежий наконец на вилке фальшивый именик братья Грачевы и фальшивые государственные клейма. Это фуфлариат. Нож для сыра серебро восемьдесят четвертой пробы братья Грачевы. На рукоятке ножа фальшивый именик братьев Грачевых и фальшивое государственное клеймо. Это фуфлариат. Щипцы для сахара серебро восемьдесят четвертая проба голова до семнадцатого года братья Грачевы. Учитывая как тщательно торговец плохими фотографиями и дополнительной линзой скрывает детали клейма можно точно сказать что эти щипцы фуфлариат. Нож для фруктов серебро восемьдесят четвертая проба братья Грачевы царский старинный дореволюционный это шифры однозначного фуфлариата. Продавец не хочет нормально показать клеймо на фотографиях так как прекрасно понимает что продает подделку. Государственное клеймо разглядеть невозможно а именик братья Грачевы фальшивый. На рукоятке ножа хорошо заметны производственные дефекты гальванического изготовления. Это фуфлариат. Нож серебро восемьдесят четвертая проба вензель братья Грачевы именик братья Грачевы фальшивый. Государственное клеймо фальшивое. Лезвие ножа не подходило к ручке по дизайну и размеру поэтому кривые мозги фуфлариатчиков заточенные только на обман покупателей приняли решение отпилить лишний кусок. Судя по линии отпила кривыми были не только мозги а еще и глаза и руки фуфлодеятелей. Это фуфлариат. Нож серебряный Грачев Варипаев серебро восемьдесят четвертой пробы. Это еще один столовый прибор с длинным хвостовиком не поместившимся в рукоять. На рукояти ножа фальшивое государственное клеймо а по всей поверхности рукояти следы гальванического производства замаскированные механическими повреждениями. Это фуфлариат. Ложка столовая братья Грачевы серебро восемьдесят четвертая проба и снова в названии фигурирует неизвестный артикул. На ложке поверх именника неизвестного мастера поставили фальшивый именник братьев Грачевых. Ушлый торговец использует известную уловку продавцов сомнительных товаров. Плохое качество фотографий. Это фуфлариат. Серебро ложка столовая восемьдесят четвертая проба братья Грачевы царская вензель. На истерзанную временем и владельцами ложку годную только в металлолом поставили поверх именника неизвестного мастера фальшивый именник братья Грачевы. Повредив при этом государственное клеймо. Поэтому, как и принято у торговцев сомнительными товарами, продавец этой ложки решил показать клеймо в таком формате. У меня вопрос к этому фуфлодеятелю. Где в какой фуфлопедии вы берете эту ложную информацию? Это фуфлариат. Ложка братья Грачевы серебро. Настертую почти до лопатки ложку поверх именника мастера поставили фальшивый именник братья Грачевы. Это фуфлариат. Ложка Г.А. Грачев серебро. Фуфлодеятели совсем рехнулись в своей тупой алчности и придумали новый именник Г.А. Грачев. На фальшивую ложку уродливой формы поставили фальшивый именник и фальшивое государственное клеймо. Это фуфлариат. Ложка столовая серебро 84-й пробы 1892-й год Грачев. На совершенно затертую и согнутую ложку непосредственно на именник неизвестного мастера поставили фальшивый именник Грачев, который к 1892-му году уже 19 лет как умер. Это фуфлариат. фальшивый Умер. Фальшивый 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 Продолжение следует...